Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе последнее время вы просите, чтобы к нам приходили интересные люди. Мы всех оставляем на потом. Сегодня у нас в программе очень интересный гость. Я его знаю три года. Проверенный трейдер. Евгений Бухарков. Трейдер, который торгует сам по себе. Кошка, которая гуляет сама по себе. Здравствуй, Жень. Здравствуйте. Нет, мы с тобой давно уже на ты перешли, поэтому много лет назад. Здравствуйте, дорогие слушатели. Дорогие друзья, интересная беседа. Сегодня у нас будет. На самом деле, попробуем уже не выпадать грааль. Первоначально, чтобы родилось в слушателе, понимали, о чем идет речь. Осев, вкратце расскажи, как ты начал на этот тернистый путь заходить, когда и как. Ну, начал торговать в 2003 году. Начинал на российском рынке. Открыл счет в компании IT Invest. И два года торговал на свои деньги. Можно сказать, это был такой пристрелочный период. Параллельно я занимался другим бизнесом. И, можно сказать, в перерывах между работой пытался совершать какие-то сделки на ММВБ. Потом переключился на РТС. Ну, в среднем, это была около нулевая торговля. Вот. Но, тем не менее, для себя в тот момент я узнал очень многое, очень многое о рынке за эти два года. Я был полон стремлений, перечитал кучу литературы, там набил всевозможные шишки. Вот. И поэтому считаю, что там около нулевой. Результат за эти два года, он, наверное, был уж не таким и плохим. Да, могло бы быть все там хуже. Ощутимо. Потом так получилось, что мой знакомый, мы учились с ним на тот момент в финансовой академии, решил выступить в роли инвестора. И вот мы начали работу уже на каких-то более серьезных деньгах. Ну и, собственно, работали после этого там с ним в течение четырех лет. Все было успешно достаточно. Потом наступил 2008-й. И в 2008-м, собственно, было все успешно относительно трейдинга. Вот. Тем не менее, он сильно подкосил там его основной бизнес, и поэтому он вынужден был вывести деньги. Вот. После этого я уже искал работу. Ну и надо сказать, что, наверное, вот как раз в этот период, может быть, 2008-й, там, за год до этого вообще торговал я дома. То есть там был момент, когда мы сняли офис, но он не понадобился, по сути. Я настолько редко там появлялся, торговал в основном из дома, да, что необходимость в нем отпала. И, вот, наверное, 2008-й год я уже чувствовал, что немножко устаю от такой домашней торговли, от того, что варюсь в собственном соку. Да, я видел, как там многие мои одногруппники выстраивают какую-то карьеру в команде, да, а здесь вот, ну, как бы у трейдинга, сразу оговорюсь, несколько сторон, да, у этой медали, как минимум две. Вот, и одна из них, это то, что трейдер-одиночка, конечно, он страдает отсутствием социума, вот, и сейчас я считаю для себя, что трейдинг дома, он, ну, собственно, неприемлем, да, я давно уже вырос из него, и в любом случае, несмотря на то, что в текущий момент я независимый трейдер, я там присоединюсь к команде какой-то, я думаю, в ближайшее время, вот, и, собственно, продолжу работу также там по управлению капиталом, но, возможно, в команде. Я не знаю пока еще, что это будет, есть варианты, там, группа независимых трейдеров или работа в компании, вот, здесь предстоит принять решение, взвесить все за и против, но, вот, домашней торговли в принципе больше не будет, да. Ну, и немножко ушел я в сторону, да, в 2008 году или в 2009 я попал в компанию IT Invest, собственно, меня знали там как клиента, вот, и поэтому, в общем-то, приняли, там я поработал, все было замечательно, потом поработал в компании Проспект, там тоже все было отлично, вот, и в апреле этого года я ушел просто по семейным обстоятельствам, в течение вот этого периода там я не мог работать, по сути, да, мне нужно было много там свободного времени, ну, точнее, не свободного, а много времени на личные нужды, вот, только, только с этим там, да, был связан мой уход, так, в принципе, все нормально было, да. Такой вопрос, ты задел, в принципе, что, когда ты начинал учиться, перечитал громадное количество книжек, всегда есть, возникает всегда вопрос, от которого, дилемма, от которого, к сожалению, например, я, у меня четкая позиция по этому поводу, у других людей тоже четкая позиция, очень часто у нас такое несоответствие идет, читать или не читать, и если читать, то что? Ну, все-таки читать, вот, все-таки читать. Ну, какое количество книг ты перечитал, и тогда будешь, выступишь сегодня как фильтр, например, выступить для наших слушателей как фильтр, что на самом деле читать, и какая из книг может что-то дать или не дать. Хорошо, я попробую, но в действительности сразу оговорюсь, индивидуальное очень дело, дело в том, что кому-то вот, ну, кто-то может почерпнуть ценные вещи из совсем других книг, да, это я абсолютно точно понимаю, потому что во всех этих книгах, ну, там, я не знаю, КПД, я прямо скажу, низкое, да, там, чтения их, но другое дело, что вот, не отобрав что-то, вот, крупинки какие-то, да, я бы, все равно бы мне чего-то не хватало, то есть, может быть, из каждой книги я выносил не очень много, но то, что выносил, иногда было очень ценно, вот так. Например? Вот, ну, например, одна из первых книг моя была Грегори Моррис, да, «Японские свечи», по-моему, что-то такое, вот, много, много моделей там описанных, они не работают, многие вообще встречаются чрезвычайно редко, да, но автор за каждой моделью показывает психологию поведения участников, да, что происходит, почему эта модель формируется, ну, то есть, это вот для меня... Я понял, берется формация и рассматривается каждый бар, что на нем происходит, да, что на нем происходит, и вот просто сам этот подход, я ценю книгу не за модели, а за то, как мне был показан подход. Ты как бы можешь посмотреть на рынок и, например, смотреть, покупает или не покупает, крупные, некрупные... Верно, верно, да, и вот уже исходя из этого, потом я сам, да, пытаюсь, ну, и пытался, и это постоянный процесс, проанализировать, какие группы участников участвуют, да, являются определяющей силой в этом движении, почему эта модель формируется, и какова вероятность там продолжения движения или наоборот разворота, вот. Еще что? Ну, тоже первая книга была Твардовский и Паршиков, секреты биржевой торговли, Виталий Вавлевич, как вам привет. Да, привет ему огромный. Владимир Витальевич. Владимир Витальевич. Прочитал на одном дыхании, но вот я не могу сейчас уже сказать, многое поменялось, в принципе, многое поменялось. Очень сильно меняется. Да, ну, даже не просто рынок, но, в общем, для старта, для того, чтобы понимать, что это такое, какие участники есть, как это работает, считаю, до сих пор хорошей книгой. Это относительно российского рынка. Вот. Относительно, например, опционной торговли, читаю там книгу Шелдона Наттенберга, да, одной из лучших в плане доступности, вот, ну, опять же, Коннелли, торговля волатильностью, ну, наверное, выделю эти две книги. Относительно психологии, ну, понятно, это воспоминания биржевого спекулянта, здесь вся психология, в принципе. А может быть, еще подлые рынки или мозг ящера. Ну, очень страшная книга, ты уже название даже не слышал. Да, название у него действительно страшное. И даже не поверишь никогда, что оно какое-то отношение к рынку имеет. Подлые ящеры. И о чем эта книга? Ну, она как раз касается, там, ну, особенностей человеческой психики, да, при участии человека в там, в операциях, на рынках. Скажем так, финансовые, 2003 года, 9 лет в тренинге, довольно-таки долгий срок считается, обычно 5 лет, первые 5, это очень критичная цифра. Считается, что люди, которые больше 5 лет остаются в рынке, в принципе, потом складывается все гораздо лучше. А у тебя крыша ехала когда-то? Ну, конечно. Ну, определенно это бывало, и бывало не раз. Вот, но эта тема тоже такая отдельная, прямо основательная. Могу по полочкам разобрать все, как это было там. давай, сейчас у нас будет, сейчас пойдет вторая 15-минутка, это, конечно, тема очень хорошая. Хотя, как обычно, ты знаешь, люди, которые слушают передачу, они думают, сейчас им расскажут, где зайти, где выйти, но они не понимают одну вещь, что хорошая точка входа и выхода это 10%, 15% успеха максимум. Все остальное, это действительно, что творится в твоей голове. Ты реально подпишешься под этим или опротестуешь? Нет, абсолютно. Попробовать разложить. Вот сейчас у нас будет вторая 15-минутки. Дорогие друзья, у нас на самом деле отличный трейдер, знаю не со слов, человек, с которым я отработал вместе в одной фирме год. Евгений Бухарков, сегодня независимый трейдер, отличный трейдер, в следующей 15-минутке пойдет разговор, он один из немногих, кто перешел с российского рынка, плавно перешел на фьючерсы, торгует практически все фьючерсы, золото, серебро и все остальное. Но во второй 15-минутке будет гораздо интересный разговор, это как действительно разложить все, весь психологический фактор по полочкам, а у нас сейчас коротенькая новостная пауза. Добро пожаловать к нам еще раз. Евгений Бухарков, Женя, здравствуй еще раз. Добрый вечер. Мы обещали, что во второй 15-минутке мы расскажем нашим радиослушателям, и ты разложишь все по полочкам. Это твоя, поэтому давай. Хорошо. Ну, вопрос был, ехала ли крыша? Да, ехала. И первый раз это было так. В начале работы, да, с более-менее крупными деньгами, это было несколько миллионов рублей. Ну, буквально сразу, да, я поймал какой-то апстрик, выражаясь покерными терминами. То есть, такой аптренд по эквити, причем, ну, фактически экспоненциальный. Да-да, ну-ну. И я не помню, там удалось мне увеличить счет в разы. Увеличить счет в разы в течение, ну, там, наверное, полугода. Минута славы. Да, что-то такое подобное было. Тем не менее, я повторял себе непрестанно, что здесь и большая доля везения, да, и всяческим образом старался, чтобы у меня не возникло короны на голове. Тем не менее, все равно она подсознательно как-то там формируется. Даже не корона, а просто когда вот идет такая затяжная череда успешных сделок, ты несколько теряешь интерес. Ну, такое, появляется ощущение пустоты. То есть, такое ощущение, что вот по-другому и быть не может. Ну да, да, я все уже, держу уже удачу за хвост. Совершенно верно. Более того, я искал потом объяснение именно с психологической точки зрения, почему это происходит, и нашел его. Есть такой нейробиолог Роберт Сапольский, да, и у него есть замечательная лекция, я выложу ее где-нибудь там на Фейсбуке, что нас отличает от животных. Вот. И там, ну, в одной своей разделчике он говорит как раз о удовольствии от вознаграждения. За это ответственный там гормон дофамин. И проводил, проводили эксперимент. Эксперимент сводился к следующему. Обезьяна выполняет задание, за этим следует вознаграждение. В первом случае она получает вознаграждение в 25% случаев, там, во втором эксперименте в 50%, в третьем в 75%. И вот вопрос, да, ну, такой, даже тебе, Саш, как ты думаешь, в каком из случаев обезьяна была наиболее мотивирована на продолжение деятельности? Нет? В самом большом? Нет. В середине? В середине. 50%. В 70% она теряла интерес. Слишком часто, все просто, я знаю, как это дело. 25% она теряла интерес, но по обратной причине. Потому что, вроде, много делает, и мало получает. Слишком редко, да, маленькая отдача. А при 50% уровень дофамина у нее шкалил. То есть, она знала, как это задание делать, но тем не менее, у нее вот это было ощущение, ну, в этот раз мне повезет, да, то есть, элемент удачи добавился. Здесь. И... Как ты его интерпретировал к себе? То же самое. Грубо говоря, я в какой-то фазе попал вот в эти 75%. Когда все круто. Когда все круто. Все, я потерял интерес. Ну, не то, чтобы потерял интерес и бросил, а расслабился. Меньше работать стал. Меньше работать стал. Ну, понятно, когда у тебя есть огромный запас прибыли, ты же можешь позволить себе уже... Рискнуть немножко по-другому. Не изначально прописанный риск. Я бы даже сказал, не немножко, а по-другому. Множко. Множко. Вот. Ну, естественно, потом ты оказываешься в другой ситуации. Когда счет начинает резко терять, у тебя все до этого было круто, ты не можешь поверить. Вначале это идет так. Ну, окей, с кем не бывает, да, все пока... Да, у меня минусы заложены, все нормально. Конечно, в пределах допустимого. Потом, когда у тебя съедается до третьей прибыли, ты уже начинаешь немножко... Нервничать. Нервничать. А дальше вот возможны варианты. Либо ты пробуешь отбиться, либо ты просто зависаешь в позиции. Но здесь критично то, что вот, грубо говоря, этот размер убытка, который ты понес, он превысил порог психологической устойчивости. Да, и человек оказывается в тильте. Ну, так или иначе, да, два вида тильта. Либо он просто зависает и смотрит на убыток, как кролик на удава, да, либо он берет саблю и говорит, сейчас я быстренько всех... Всех могу победить. Всех... Да. Одолею. Одолею. Я, кстати, тоже не знаю, как сказать это слово. Ну вот, побежду. Отличный заменитель нашли. Ну-ну. Всех одолею. Но и то, и другое приводит лишь к тому, что убыток начинает расти еще большими темпами. Вот. Ну, собственно, вот нечто такое я переживал. И выход для себя здесь только один, конечно. Это постоянно напоминать себе, что ты пришел сюда зарабатывать деньги, да, а не становиться дофаминовым маньяком. Ну, то есть, от этого никуда не деться, потому что... Какую-то норму ты все равно проходишь. Конечно. Но и все равно люди выбирают эту профессию, которые склонны так или иначе, вот элемент азарта некий, и работы, любви к работе с вероятностями, он должен присутствовать, да. Ну, будь то покер, будь то трейдинг, для меня они здесь вот практически тождественны. Вот. Ну, тем не менее, да, надо относиться к трейдингу как к бизнесу, понимать, что важна только длинная дистанция, то есть, с точки зрения каждой отдельной сделки важно только то, насколько она хороша проведена, да. Ну, здесь... Правильное удовлетворение. Зашел там, где хотел, вышел там, где хотел. Верно. Верно. Рынок может пойти, может не пойти, да, там. Даже если, грубо говоря... Бывает, ты же знаешь, мы сидели на одном деске с тобой, все сигналы за тебя, а не идет. Да, конечно. Более того, почему, допустим, ну, перехожу к теме money management, почему так важен money management, risk management, управление позицией? рынок может пойти против тебя, грубо говоря, в 20% случаев, когда 80% он идет в твою сторону, и он может сделать это много раз. Ну, то есть... Ты можешь просто не выдержать. Конечно, конечно. Если ты ставишь риск, грубо говоря, под риск, грубо говоря, 10%, да, то, извини меня... За 5 раз у тебя полдепозита. 5 раз там... Полдепозита нет. Полдепозита. И надо понимать, что потом тебе надо вернуть, сделать уже 100%, просто чтобы вернуть изначальный депозит. С какого года ты живешь с трейдинга? С 5-го. Ну, только по сути с торговли. 2005 год только с торговли? Да. Хорошо, давай поговорим о том, ты начинал, естественно, как все, МВБ, да? Да, ну, я быстро очень перешел на Форц. Вот. Ну, на Форц у меня есть счеты до сих пор, то есть я торгую его. И потом, наверное, с 2006 года все-таки вот в работе с инвестором основной счет у нас был фьючерсный, нет, нет, фьючерсный, западный. Уже. Понял. Уже. То есть быстро в течение года. Как вообще так приходил твой переход, потому что, в принципе, другой зверь и все остальное время другое. Как проходил твой переход от российских фьючерсов до иноземных? Быстро. Ну, то есть вообще быстро были открыты там счета в нескольких брокерах напрямую и через наших российских брокеров, кто в свое время давал там доступ. доступ, да. И я тоже могу сказать, что сподвигла меня книга, да, Мерфи, межрыночный технический анализ. Я тоже могу сказать, что многие вещи, опять же, не работают, но так же, как и в случае с первой книги, эта книга показывает, что рынки взаимосвязаны, да. И дальше все. Ну, как бы, ищи, ищи, анализируй, смотри, как, что. И вот эта их взаимосвязь, она просто очаровала меня. Ну, то есть, понятно, есть четыре вида класса, четыре вида основных классов активов. Это валюты, сырье, стоки, акции, да, то есть, и банды. Ну, и вот, собственно, ты пытаешься понять, куда деньги перераспределяются, в какой сектор сильнее, в какой слабее. Иногда какие-то из них подают опережающие, ну, являются опережающими индикаторами, то есть, это вот некая такая система, в которой постоянно идет перелив, переток, и ты постоянно пытаешься определить наиболее сильное, наиболее слабое звено, и там сделать какие-то ставки. Вот. И вот, собственно, это и послужило переходом на именно западные фьючерсы, потому что представлены разные классы активов. А когда ты сравнивал именно в цифровом варианте, почему тебе, например, американские фьючерсы нравятся больше, чем российские, и как вот твои цифры, насколько они были разрознены, то есть, там хорошо, а тут очень хорошо, или там как бы не очень хорошо, а тут очень хорошо. У меня улучшилось соотношение доходность-риск. И доходность. Почему? Как ты думаешь, однозначно могу сказать, потому что больше выбор инструментов, больше выбор ликвидных инструментов. Ну тогда, когда ты переходил на российский фьючерс, тогда вообще все ходило как стадо баранов. В одну и ту же сторону. Сейчас немножко полегче стало. Сейчас, например, Сбер за день может быть плюс два, там ВТБ уйти минус два или Газпром. А тогда три-четыре года назад, еще два года назад все ходило стадно. Верно. И ликвидность была ниже. Вот. Ну то есть, я могу сказать, что, к примеру, конечно, 2007 год, например, он был плотным достаточно. То есть, там хорошая ликвидность уже была. И в Сберии, и в Газпроме, и в Лукоиле, и в РТСе. А вот, наверное, 2005 год. Ну, да. Из-за граничных фьючерсов, которые ты торгуешь, что тебе больше всего нравится и почему? Зависит от фазы рынка. Вот я знаю, вот сколько я слышал, ты очень любишь серебро, золото, медь. Очень часто. Да. Это особенно было в тот период, когда мы торговали. И, наверное, самый, может быть, такой успешный, действительно, период. Это был прошлый год, точнее, полугодие, именно второе полугодие, когда был сильный тренд в золоте, был там сильный тренд в серебре. И потом коррекция также достаточно сильная. Ну, интересные события тоже и в меде там были. И, в общем-то, мне удалось действительно поучаствовать в этом и в ту, и в другую сторону. И, собственно, львиную долю дохода за 2011 год я сделал на металлах, на фичерсах, на металлах. Ну, ты их тогда еще любил. В 2010 год мы с тобой вместе работали. Да, да. Ну, они были живые. А сейчас, вот, к примеру, серебро и золото, да. И золото, и серебро, они находятся в фазе консолидации. Очень жестко, да. Серебро вообще так зажали там по полтора-два доллара. Да. То есть, такое, мясцо там, да, прямо скажем. Дорогие друзья, у нас Евгений Бахарков в гостях после короткого новостного перерыва мы возвратимся и вернемся к вам опять. Да, еще раз доброе утро, Жень, здравствуй. В третий раз? Да, в третий раз. Тогда давай поговорим вот именно ты статистику в живом виде как статистику ведешь или я имею в виду журнальчик или все в голове? Веду. И вот статистически что у тебя получается лучше всего? Ну, тоже зависит в разные периоды по-разному. Ну, давай возьмем последние полугодия. Первое полугодие. Первое. Вот это с января месяца по июль. Шесть месяцев. Именно статистика по инструментам, да? Ну, там это индексы фьючерс на индексы на акции. Вот. Подожди, какие? Зарубежные? Да. NASDAQ, S&P, подожди, фьючерсы на NASDAQ, S&P или фьючерсы на акции? Индексы. На индексы. На индексы, я понял. Фьючерсы на индексы, То есть S&P, NASDAQ? Да. И я так понял, что ты как раньше стреляешь кратковременными выстрелами. Ну, ну, я имею в виду, то есть ты можешь, ты же знаешь, у меня всегда была основная проблема, я не могу высиживать тренды большие. Вот как раз я могу. Ну, то есть я считаю, что это действительно мой... Самые большие деньги, естественно. Мой эдж какой-то, да. Вот. Ну, я говорю, что речь не идет о глобальных каких-то трендах, чтобы там... Ну, локальный тренд, это тоже не дура. ...месяц отсидеть, да. там, ну, грубо говоря, от нескольких часов до недели. Вот это... Да нет, от нескольких часов я тоже посижу, но на нескольких недель я не досижу. я имею в виду, ты зашел, бывает так, что рассчитываешь на одно, не пошло. У меня сейчас была позиция по натуральному газу, и я просто там чуть ли там пять раз не выходил вообще. Просто смотрю, раз, три доллара, 15 процентов, взлетел, там продал, а он еще выше, еще выше. Ну, очень тяжело. Ну, натуральный газ, да, он ходил... За два дня еще за пять минус четыре доллара 15 процентов. Я видел, я видел. До этого было практически такое движение вверх. А вот ты действительно, я так понял, что любишь трейдинг, именно любишь. Да, ну, то есть это так. А когда ты его полюбил? Наверное, даже слишком. Да, в общем-то, сразу. Полюбил сразу. Жена иногда сетует на то, что я много времени... Выделяешь. Ну, слишком много, да, работа, потом постоянно включен терминал дома. на выходные дни там смотришь, да, все просматриваешь, естественно, как где закрылось. Да. Даже если не вне позиции. Конечно. Ну, то есть это такой постоянный, в общем-то, процесс. Ну, давай тогда поговорим именно вот основные проблемы. Там, ты, как говорится, уже 9 лет в трейдинге, ты много трейдеров знаешь, ты общался со многими. На твой взгляд, на твой взгляд основные проблемы, почему действительно, вот, таких, как ты, люди, которые больше 5 лет в трейдинге, их единицы. Ну, я считаю, основная проблема, в принципе, основная проблема, в принципе, для всех это эго, да, борьба со своим эго. Ну, либо не борьба, а умение, там... Обуздать. Обуздать, подружиться с ним, примириться. я в процессе. Ну, я смог до такой степени, чтобы быть плюсовым на дистанции, но мне есть еще куда работать. То есть, оно так сильно не перетягивает, Женька, ну, идем, да. Вот. Ну, буквально и методы самые простые, я знаю, что... Вот, расскажи пару методов. Ну, к примеру, я знаю, что при определенном уровне убытка, к примеру, там, я не знаю, 4% отчета дневного, да, ну, я могу потерять до некоторой степени контроль над ситуацией. Я могу остаться в убыточной позиции, к примеру, и досидеть там до закрытия сессии. То есть, если будет это ударный день, то я могу вот... Как завороженный. Пропустить его против себя. Благо, сейчас уже, ну, в начале было такое, что классические ошибки, я мог эту позицию вообще там держать буквально несколько дней, пока меня окончательно не выносило. Не выносило. Не выпотрошит, да. То есть, сейчас это фактически не случается, но вот если мне все-таки случается, каким-то образом я попал в эту зону, да, ну, не знаю, там, ошибочное открыл. Было и такое количество контрактов, или там забыл про стоп, прихожу, у меня позиция уже убыточная, сильная, и сам факт того, что вот он, какой несправедливый убыток у меня, грубо говоря, вот я до конца дня дотерпел, покрыл его, ну, и все. Дальше с чистого листа. Вот. А вот... да, и, собственно, просто здесь, я знаю, какой размер, может меня ввести в такое состояние, и здесь задача не допускать этого размера. А ты был бы, например, рад, или наоборот, не рад, если бы тебе поставили регламент на, например, автоклоуз? Нет, конечно, конечно, но более того, я считаю, что... Действительно, ты вот захотел бы сам, чтобы тебе... Тогда бы ты ушел от этого эмоционального фактора. Совершенно верно. Я считаю, что если есть такая возможность, если есть возможность написать себе там программу риск-менеджера... Так они есть. Их надо использовать. Да. Их однозначно надо использовать. Я людям то же самое говорю, чтобы не сетовать потом на себя какой-то там идиот. Да. Ну, просто нет смысла пытаться выковать из себя там... Богатыря. Богатыря. Я понял. Железного человека. То есть ты, в принципе, тоже тут меня поддерживаешь, что лучше иметь программу риск-менеджмента. Выставил себе, потерял, потерял, потом каждый день новый день. То есть завтра всегда должна быть. Абсолютно верно. Если вы не можете контролировать убытки сами... Так никто не может. Никто не может. Ну, реально. Используйте ее. У нас есть там 1-3% людей, которые действительно могут контролировать ситуацию. Все остальные... Используйте ее. Более того, если вы будете знать, что за вами такая программа, скорее всего... Вы и не сделаете. Вы и не сделаете. Ты знаешь, я тебе скажу честно, когда в Туле когда-то много лет назад, когда был проект, я не знаю, Илья тебе скорее всего рассказывал, я сделал очень сильный эксперимент. У всех был риск. Например, 20 долларов на день. Они начинали все учиться от риска. И я сказал одну вещь. А да попробуйте, чтобы каждый раз вас не закрывала машина автоматически стоп-лосс, а вы сами закрывались до закрытия. Ты знаешь, очень малое количество людей, которые смогли закрыться. Вот там у тебя риск 20 долларов, а он закрылся 19. Люди использовали каждый последний доллар для того, чтобы попробовать отбиться назад. Вот это, конечно, ужасная ситуация была. Да. Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался. Но у тебя присутствует этот элемент? Это так. Нет, у меня скорее, вот именно если я оказываюсь в ситуации с неадекватно большим убытком, я могу продержать позицию там до конца дня, до конца сессии. То есть когда вот все, убедите меня, меня убедили. Ну и еще один момент, надо стараться быть честным перед собой. С собой. С собой. А сколько ты реально людей знаешь таких? Если задумываться, значит их мало. Ну немного, немного, конечно. Вот. Ну зачастую, причем и со стороны это видно, ну и я также стараюсь быть честным самим собой. То есть это не громкие слова, это действительно так. Если я несу убыток, ну то есть те, кто меня знают, могут сказать, что, наверное, я никогда не сетую на рынок, мало ли там еще на что. То есть даже если я оказался в нестандартной ситуации, к примеру, вот как был у меня случай, я просто забыл отменить стоп, да, и я рынок пошел, стоп сработал, но я оказался в направленной позиции против себя. В итоге рынок ушел, я получил там минус какой-то большой. Ну то есть технический момент, но, во-первых, а, я забыл, да, и, собственно, вот и все. А дальше то, что я просидел там до конца сессии и уже закрылся, наверное, с убытком в полтора раза больше, чем тот, когда я его увидел, ну, кто здесь виноват? Ну, по-да. Никто. Невозможно там, ну, просто я слышу, читаю, вот если бы там не заявление китайского министра, все бы было так, вот если бы не заявление Драги, все бы было так. Мы не можем контролировать рынок, все, что можем, мы контролировать, это не риск. Я считаю просто, что рынок на самом деле, он уже все отыграет, новости, это как бы побочные эффекты, это заложено в рынке, рынок это спекуляции, это видно по той же валюте, там по евро и там по всему остальному, то есть действительно видно, что эти все новостные факторы, они как бы уже отыграны, просто это достаточно, не страшно, это достаточно просто ситуации для того, чтобы играться на рынке. Ну, как сказать? Вот ты вот считаешь, рынок как бы, место, где манипулируют. Я считаю, что он манипулируем до определенной степени. До какой? Тяжело. Ну, приблизительно, вот скажи. объясните. Ну, давай тогда в процентах. Ну, нет, действительно тяжело объяснить, потому что зависит от ситуации. Бывают ситуации, когда он... Рынок честный. Да, когда есть настоящие игроки, тогда рынок честный. Когда рынок в рейнже, тогда кто-то должен кого-то развести. Это локальные вещи. Это локальные вещи. Если мы говорим о более каких-то там глобальных вещах, то, например, ну, я не знаю, вспоминается, да, манипуляция вот такая действительно основательная. Это был 2008 год. Первые попытки монетарных властей США спасти ситуацию, когда вот все катилось уже в тар-тарары. Муниципальные облигации некоторые Соединенных Штатов, там вообще ликвидность пропала. И вот эта первая накачка, она привела к тому, что проснулся интерес к сырью. Все поняли, что вот они деньги потекли. И вот мне кажется, здесь был такой момент, зная, что происходит, используя эту ситуацию, Goldman Sachs там пролоббировал возможность открытия пенсионными фондами, mutual funds, да, и т.д. и т.п. позиций во фьючерсных контрактах на сырье. И, насколько мне известно, так как они, собственно, являются брокерами для большинства из них, также там, грубо говоря, sell side, buy side, все они выдавали рекомендации на то, что надо их покупать. И, собственно, на вот этих деньгах, ну, то есть, вот эти большие деньги, они в значительной степени определили тот совершенно дикий там рост, который был, прежде чем все это рухнуло в бездну, фактически. Ну, вот пример какой-то, да, манипуляции. А ты вообще российский рынок подторговываешь? Да. Или поторговываешь, да? Подторговываю. А образно зачем тебе он сейчас? Да не знаю, просто привычка осталась. Что-то, 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 ну, да, в основном это ликвидные бумаги, РТС, фьючерсы на Сбер, реже Газпром и рубль-доллар. Рубль-доллар, я, самая моя любимая пара. Ну, такой. Очень техничный. Техничный, дикий немножко. Ну, хорошо, смотри, ты 9 лет в трейдинге, да, у нас потом пойдет последний, четвертый квартал, где мы действительно поговорим о твоей стратегии. Не затейливой. У нас очень часто, например, возникает такой вопрос, правильно я что-то делаю или нет. 7 лет назад, извиняюсь, 9 лет назад была возможность изменить. Ты бы пошел обратно в трейдинг или нет? Ну, скажем так, я бы пошел. Я бы пошел в трейдинг, но я могу сказать, что розовые очки, хотя у меня их никогда не было, но я могу сказать, что это тяжелый бизнес, да, и, возможно, ну, не то, чтобы не всем он подходит, но это действительно тяжелый бизнес, и чтобы быть успешным здесь, и он стабильный. У тебя есть друзья, которые пришли, неприобретенные, которые сейчас трейдеры, да, а именно друзья, которые приходили и говорят, наверняка есть куча друзей, которые приходят и говорят, Джека, научи. Ты что говоришь? Ребят, давайте научу, то есть, типа, это крутой бизнес, или ребят, лучше не лезьте. Нет, ну, скорее второе. Почему? Скорее, скорее второе, потому что... Не хочешь конкуренции? Нет, абсолютно. Не шучу. Потому что нужно время, нужен ресурс, и только по прошествии, грубо говоря, вот занимаясь этим изо дня в день, по прошествии, ну, года, к примеру, можно сказать, что... А когда ты морально понял, что действительно ты понимаешь, что ты делаешь? Именно морально? Ну, я думаю, через два года, от момента начала торговли. Где-то два года. Дорогие радиослушатели, слушайте внимательно, где-то два года. Два года. Евгений, да, Жень понял, что действительно твое, и можно зарабатывать деньги. Да. А что ты с первой суммой сделал? Такой серьезный, заработанный. Квартиру купил. Ну, это шикарно, то есть, видите, вот настоящий трейдер, который живет с трейдинга, купил квартиру, дал нас ради эфи. А, дорогие друзья, Женя Бухарков у нас в эфире. Это программа Охота на Герчика. Мы сейчас пойдем в финальную, заключительную, четвертую, пятнадцатиминутку, где мы действительно поговорим о Женином стиле торговли. Дорогие радиослушатели, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Да, я Женя Бухарков. Жень, ну, как мы и обещали радиослушателям, давай, давай, сначала, сначала первое, перед тем, как мы перейдем к твоему стиле торговли, да, дашь пару советов, не секретных, потому что ты торгуешь предельно просто, то, что мне всегда, в принципе, в тебе и нравилось, это простота торговли, там, от рисков, про счет рисков, три кита твоих, на которых держится трейдинг. гибкость, первое, однозначно. И здесь я тоже оговорюсь, да, просто приведу аналогию с подготовкой спортсмена. Приходит, например, мальчик в боксерскую секцию, начинает тренироваться, что с ним делают, да, ему там ставят стойку, делают стойку, потом объясняют, показывают удары руками, виды защиты. Ты боксом занимался? Да. И он начинает... Как долго? Ну, достаточно долго, там, в первом институте, выступал даже за сборную, лет пять. Это тебе нос оттуда? Да. Оформили тебе там? Было дело. Пару переломов? Один. Слава богу. Так, да. Вот. Разряды какие-то есть? Первый, первый взрослый. Это круто. Ну, да, ну, собственно, по высшим разрядам я там немного боев провел, потому что уже серьезнее, более уровень. Там дело в том, что второе, третье, это одна группа, да, а первая и выше, это другая. И вот когда ты попадаешь в вторую, быстро возникает вопрос, да, вообще, нужно ли мне это? Так, извините. после этого начинается отработка шаблонов, шаблонных вещей. То есть вот человек стоит и там бьет... С утра до вечера груш. Ну, не просто груша, ну, а там левый прямой, правый боковой. И когда он выходит в ринг, у него еще ничего не получается. У него вот может проскользнуть, да, что вот это, вот нечто что-то там, вот оно там, правый боковой более-менее прошел, еще что-то. Но у него не согласовано работа рук, ног, всего. То есть нет целостной системы. Причем, если брать вот человек, который не обучался, он действует спонтаннее, да, он действует естественнее, чем человек, который начал... Он начинает думать, ага, такой удар, я должен так защищаться, правая рука. Конечно. У него вот человек, который учится, у него работает интеллект еще, он пытается осмыслить каждое свое движение, это ему мешает на данном этапе. Но это неизбежно, да. Потом в процессе наработки он выходит наконец на такую стадию, когда он действует уже не задумываясь, да, когда у него руки, ноги согласованы, он легко уходит, защита, контратака. Ну, понятно, думаю, да, о чем речь идет. И вот просто этой средней стадии, стадии обучения, ее не избежать. И вы вынуждены, грубо говоря, работать по шаблонам, по неким шаблонам, вырабатывать их для себя, находить вот эти самые паттерны, да, и потом, это все как-то в процессе работы, это должно складываться кирпичик к кирпичику. Что вам ближе всего, где ваш эдж, ну, действительно, где ваше преимущество, система money management, система risk management, это все уже действует как нечто целостное, и позволяет вам быть уже тем, вот кем вы являетесь. Некоторые вещи делая, не задумываясь. Ну, скажем, на автомате, да, то есть это дает вам возможность... Без думок. Да, в лучшем смысле. В хорошем смысле, естественно. То есть на основании опыта, который есть у вас уже... В трейдинге выдумывает не тот, кто думает, а тот, кто исполняет. Угу. Второй кит? Второй кит – это фокус, да, ну, то есть, конечно, вы должны... Умеет заморозиться на том. Да, вы должны быть сконцентрированы на... Я считаю, что невозможно, в принципе, ну, более-менее активно торговать и заниматься чем-то другим, да, и вообще, наверное, заниматься чем-то другим. Я имею в виду каким-то другим бизнесом, да, потому что вы будете терять фокус, именно фокус. То есть что-то упускать, какие-то, казалось бы, несущественные детали, несущественные детали, которые сильно могут менять маты ожидания вашей торговли. Но это, если мы говорим, конечно, о человеке, который торгует сам. Ну, не алго, не об алго-тролюбе. Да. Человек, который торгует руками. И третий кит? Ну, третий кит это отношение к трейдингу как к бизнесу, как к марафону. То есть это не спринт, это марафон, и это вот это понимание дистанции, того, что здесь решает дистанция, что каждая сделка... Надо оставить силы для того, чтобы добежать. Да, что каждая сделка, она, ну, критерий, хороша она или плоха, даете и вы. И это не закрыта она в плюс или в минус, а то вот действительно насколько она соответствовала критериям для принятия решения, насколько она хороша там с позиции соотношения профит-риск, с позиции совпадения каких-то других факторов, вот, когда вам за нее не стыдно, да, вы понимаете, что она совершена не на эмоциях, а это вот, ну, действительно были веские предпосылки, вошли в нее, что ж, рынок не пошел, там отстопил, или наоборот пошел, ну, хорошо, ну, и более-менее ровное к этому отношение, то есть, вот. А как вот сделать, например, ты же понимаешь, сейчас последний вопрос, у нас бывают такие ситуации, что, в принципе, все составляющие у человека есть, а вот в общем? Значит, чего-то нет. Ну, то есть, я не верю, если есть составляющие, а нет успеха. А ты вот у тебя, когда... Либо, извини, Саш, либо нет просто, либо нет дистанции, то есть... Не, заранее не заряжено. Ну, я имею в виду, если у человека нет в течение, к примеру, полугода, то он начал торговать, и у него нет в течение полугода. Для меня это непоказательно. Понятно. Ну, вот и все. Хорошо, давай тогда перейдем плавно к твоему стилю торговли. Ну, это свинг трейдинг, наверное, в чистом виде. У нас, как обычно, ты же знаешь, вопросы такие, критерии для входа, расчет стопа и критерии для выхода. Ну, вообще... Я уверен, что секретно, ты все равно ничего не расскажешь. Я имею в виду, секретов нет. нет, у меня их нет. Я бы рад, в принципе, рад, наверное, бы рассказать, но их нет. Критерии для входа, ну, скорее всего... Это же практически все сделки, это технический анализ. Ну, в большинстве своем это паттерны. прайс, прайс-экшн, да, мой набор, действительно мой набор. Плюс это сочетание, вот именно, наверное, сигналов с разных площадок. То есть я смотрю на... Я смотрю, как ведет себя валюта, я смотрю, как себя ведут фьючерсы на казначейские... То есть подтверждение или наоборот отрицание. Да, на казначейские облигации, да, там, на индексы, на сырье. И если я вижу, к примеру, что медь сегодня слаба, несмотря на то, что там все консолидируется и, к примеру, поплыл австралийский доллар, то я, пожалуй, ну, осторожно буду входить в риск. Ну, там я имею в виду в риск с позицией... Сейчас в портфеле. Нет, нет, риск я имею в виду в рисковые активы. Там, акции, сырье или еще что-то. Ну, это один из примеров. Ситуации бывают разные, да. Или, например, я вижу, что индексы слабы, но в то же время слабые казначейские обязательства. Да. Это у меня вызовет вопрос, почему? Что происходит? Да. Изменились ли там инфляционные ожидания? То есть, в чем дело? Что не так? Почему выходят одновременно из рисковых активов и из безрисковых активов? То есть, и здесь я, скорее всего, также буду более осторожным с шортами, да, в случае с рисковыми активами, потому что слабость облигаций скорее будет меня настраивать там на покупку риска. Вот. Но это как бы дополнительное подтверждение. А какие у тебя любимые паттерны? Если не секрет. Я даже не знаю, я их нарисовать могу. Но я больше люблю, конечно, паттерны продолжения. То есть, тренды? ну да, я внимательно там ищу какие-то разворотные точки, иногда даже участвую в них. Вот. Иногда, кстати, российский рынок в силу своей некоторой инертности, да, дает эти точки, когда я вижу, что разворот, например, состоялся. А те еще спят. Да, а здесь у нас наблюдаются остаточные продажи, там, на маржин калах или еще что-то. Иногда просто уникальные точки. Они очень редки, ну, действительно редки. Но пару раз в год все равно они бывают. Да. То есть, и вот, мне очень хорошо запомнилось, получилось ее действительно отыграть. Это там, по-моему, август был прошлого года. И вот абсолютно такая же ситуация была. Все, американцы, да, там обозначили разворот, закрыли день в хай. А у России все плохо. В следующий день консолидируется, а мы на следующий день взяли, ну, тоже мы открыли как бы с гэпом вверх на хорошо, там, плюсующих фьючерсах американских. Да. И вот эти остаточные продажи, на них мы обновили лоу, и, ну, получилось там зайти и выдержать какое-то достаточно большое движение. То есть, прямо вот, прочувствовать настроение, как говорится. Ну, трейдинг для тебя это навсегда? Вот мы говорим за сейчас. Вопрос. Я понимаю, что через год там или через полгода картинка может поменяться, но вот сейчас. Ну, нет, я могу однозначно сказать, что навсегда. Ну, вопрос, в каком формате. Это будет. Да, я просто не исключаю. Средний срок, долгосрок, инвестор. Да. Ну, инвестор скорее нет, может быть, просто более длительные свинги. Месяц, два, три, ну да. А ты не пробуешь, вот я себя заставляю на самом деле, это самое тяжелое. Я себя заставляю оставлять очень маленькую позицию, просто, чтобы, да, посидеть. Вот очень маленькую, да, вот, например, ты там, видишь, действительно, поставил себе цель, там, серебро, там, образа, 35. Ну, и маленькую, маленькую позицию, которая физически там и денег не принесет, ну, и не отберет ничего. Ну, вот Илья как раз не даст соврать, у меня была последняя такая. Илье Данилову огромный привет. Илье Данилову огромный привет, Николаю Сударкину. И всем остальным. И всем. Всей банде. Всей команде, да. Ну, И. Дениски. Дениски. Ну, куда? Да, без Дениски. Без Дениски. Не, всем ребятам, в общем, всем, кто знает меня, совсем замечательные отношения, и очень ценю их всех. Вот. И, да, была сделка по IG, у меня как раз именно такая. То есть, я зашел, глобальная слабость, смотрел на большой фрейм, зашел сравнительно небольшой, небольшой суммой. Я работал еще в проспекте. И, ну, наверное, месяц, в общем-то, продержал я эту позицию, и там процентов 35 она принесла. Ну, я ее веду на сделки. А Илья просто контртрендил ее как раз. То есть, я стоял глобально по ней в шорте, он мне писал периодически. В моментах. Периодически, да, Жень, вот смотри, там, я в лонг захожу, я окей, понял? В моменте, да. Понял. И он снимал эти скальпы, в итоге он зарабатывал на этих отскоках, а я глобально держал ее в шорте. Ну, у каждого брал на свою программу. Тут тоже заработал. Дорогие друзья, всем передаем привет, огромный привет компании «Проспекта» и «Инвесту». Да, очень большой. Самые лучшие воспоминания от всех. Женечка, огромное тебе спасибо. У нас в гостях был Евгений Бухараков. Жене, огромное тебе спасибо за супер беседу. Прошел час нашей беседы, поэтому всем огромный привет. Спасибо вам за то, что пригласили. Был рад поделиться. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok